Всем большой привет! Я очень рада вас видеть! Сегодня, как и обещала, хочу вам рассказать о наборе для макияжа глаз от компании Gdellium Tools. Я купила этот набор сравнительно недавно и уже, естественно, его протестировала и готова вам о нем рассказать. Итак, если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной, смотрите это видео и не забывайте оставлять комментарии. Наверное, я начну с небольшой предыстории. Об этих кистях я знаю уже очень давно и очень долго за ними гонялась. Они продаются на iHerb и там их очень-очень много, очень широкий ассортимент. Непосредственно в России я их не видела в каких-то различных интернет-магазинах. И так получилось, что некоторое время назад со мной связался директор интернет-магазина с минеральной косметикой и предложил мне продукцию для обзора. Я, собственно говоря, выбрала кое-что там для себя и просто уже знакомясь с сайтом наткнулась на раздел с кистями и там, собственно говоря, увидела свою мечту. И так, как я уже сказала, их можно приобрести на iHerb. Если вы делаете заказы с различных зарубежных сайтов, то для вас, наверное, такой способ будет более удобный. И я для вас оставлю ссылку на сайт iHerb и непосредственно где размещены кисточки, чтобы вы могли ознакомиться. Если вы такие же, как я, если вы не делаете заказы с зарубежных сайтов, то я оставлю вам ссылку на тот интернет-магазин, в котором я покупала эти кисти. И так, теперь я познакомлю вас с каждой кистью из этого набора и начнем мы с кисточки для нанесения теней. Номер у нее 777. Ну, во-первых, кисть прекрасно набита и замечательно держит свою форму. Мыла я их уже очень много раз и, несмотря на это, ни один волосок не вышел из строя, скажем так. Эта кисть идеально наносит как рассыпчатые, так и спрессованные тени. Безумно мне это понравилось. Я пробовала ей наносить непосредственно минеральные тени. И наносится она их превосходно, прекрасно отдает продукт. Что касается применения, то мне кажется, что эта кисть больше подходит для того, чтобы наносить подложку, что-то такое вот, какой-то такой оттенок, который вы, скорее всего, будете наносить на все подвижное веко. На всякий случай, эту кисть я решила сравнить с теми кисточками, которые у меня есть. Возможно, у вас они тоже есть, и вам так будет легче сориентироваться. Вот эта кисть от Faberlic. Она с натуральным ворсом, но она безумно жесткая, хотя удобная, в принципе, в плане вот нанесения и всего прочего. Она мне и прекрасно подходила, но кожу травмирует это однозначно. Вот такая кисточка есть от Jeans. Она больше как раз-таки вот подходит для детального нанесения. Она такая приплюснутая, очень плоская, и ей удобнее прорисовывать что-то. И также есть вот такая кисть от Ariflame. Она, опять-таки же, тоже достаточно приплюснутая, но в то же время очень широкая. То есть, не всегда ей удобно наносить какой-либо оттенок. Следующая кисть, которую я вам покажу, это кисть под номером 781. Она предназначена для того, чтобы прорисовывать складочку, растушевывать тени. Именно так я ее использую, и она мне очень сильно подходит. Опять-таки же, набита она превосходно, и она прекрасно держит свою форму. Я не использую никакие брошгарды и всего прочего. Кисти действительно прекрасно себя ведут и без этого. Итак, следующая кисть под номером 760 предназначена для того, чтобы рисовать тонкие стрелки и практически невидимые. Если для вас важно заполнять межресничное пространство, то эта кисть потрясающе для этого подходит. Что касается того, как она корректирует брови. Я считаю, что для корректировки бровей она не подходит. Мне кажется, что она слишком тоненькая, слишком вот она прям совсем тонюсенькая. Для бровей я лично использую вот такую кисть от Revgosh. Да, Revgosh Professionals. Вот такая кисточка. Она более уже нам привычная, достаточно такая толстенькая. Тоже очень упругая, но ей все-таки лучше прорисовать брови, как мне лично показалось. Вот эту кисть я исключительно использую для стрелочек, для того, чтобы прорисовать вот межресничек. Следующая кисть под номером 716, она предназначена для того, чтобы вы в момент создания Smoky Eyes ее использовали для более детального оформления складочки, для более какой-то такой прям аккуратной прорисовки и всего прочего. Для того, чтобы где-то в какой-то момент наслоить, да, нужный вам оттенок темный, например. Я вот как раз-таки тоже эту кисть в этом плане активно использую для того, чтобы где-то расставить акценты, да, какие-то световые. В общем, вот эта кисть именно для этого идеально подходит. У меня на самом деле аналога не было. Есть что-то похожее от Revgosh Professionals, но этой кисточкой я не пользуюсь. И вообще в этом наборе от Revgosh она предназначена для нанесения помады. Она всего лишь похожа только по форме, но именно вот в качестве акцентов, расставления акцентов я ее никогда не использовала. А вот эта кисть мне очень сильно понравилась. Она очень упругая. Я не могу сказать, что она супер набитая, но мне кажется, что в этом случае она не так именно необходима, вот эта вот степень набитости. Потому что это все-таки такая кисточка для акцентов. Она не должна быть слишком толстой и она должна быть вот как раз-таки такой заостренной слегка, да. Последняя кисть из этого набора используется мной для растушевки опять-таки же теней. И использую я ее именно в создании дневного макияжа. Когда, знаете, растушевка должна быть ну совсем идеальная. И, скажем так, вот как-то хочется, чтобы это все было очень нежно, очень плавно переходил оттенок в другой оттенок. И вот тогда я эту кисть использую и она очень тщательно, в общем, это все растушевывает. Итак, кисть 769 очень большая и на самом деле многие девочки, как я посмотрела отзывы, даже затрудняются ее использовать. Не знаю, для чего она предназначена, потому что, в принципе, описаний как таковых к этим кистям нет. И, конечно же, вот, ну, кому-то подошла, кому-то не подошла. Лично мне подходит. Также мне кажется, что эта кисточка подойдет для корректировки, например, носа. Почему бы и нет? Если вам нужно скорректировать форму носа и у вас есть подобная кисточка, то, мне кажется, можно здесь тоже поэкспериментировать. Итак, ну и в конце видео мне бы хотелось, конечно же, подвести некий итог о этих кистях и сказать, что я, безусловно, ими очень довольна. И, конечно же, я их советую вам попробовать. Эти кисти мне нравятся тем, что они, во-первых, мягкие, во-вторых, они действительно прекрасно набиты и держат форму. В-третьих, у них синтетический ворс, а я синтетический ворс люблю больше, чем натуральный, потому что натуральный ворс, как правило, не со всеми продуктами работает хорошо. Не все тени набираются хорошо, некоторые очень сильно пылятся, например, рассыпчатые тени. Здесь синтетическим ворсом кисти работают потрясающе. И, как мне кажется, синтетический ворс в плане экономичного расходования продукта подходит больше. В общем, мне продукт очень сильно понравился, кисточки я буду покупать. К сожалению, на сайте, на котором я брала, там остался только набор для лица, а мне, скажем так, вот этот именно набор не нужен. Мне уже нужно покупать кисти поштучно, потому что кисть для пудры у меня есть любимая, кисть для румян есть у меня любимая. Мне нужно вот что-то как-то уже, свой, видимо, набор составлять на этот раз будет. Поэтому я, наверное, если и буду заказывать кисти от Delium Tools, то уже на iHerb. Итак, на этом все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Будьте счастливы, ухаживайте за собой. Увидимся. Пока-пока.